Август Михайлович не только прочитал уникальную и интересную лекцию, но и уложился в регламент. Поэтому, пожалуйста, уложились, уложились, уникально уложились в регламент. Поэтому, пожалуйста, у нас есть возможность задать вопросы Августу Михайловичу. Да, пожалуйста. Спасибо, что я прошу, что я сказал, Михайлович. Как такой вопрос? Если у детей, как в терапии, как у детей, не только раз больше, чем у взрослых. Если одни и те же сигналы, то есть одни и те же таргетные цели. Почему такая разная эффективность применяет так? Я сожалею, но я вам сейчас брошу несколько грустных цифр. У американцев функционирует регистр. Выживших от рака у взрослых и вызивших от рака у детей. К сожалению, мы очень гордимся тем, что у нас высокие пятилетние выживаемости. До сорока лет доживает очень маленькая группа выживших детей. До сорока лет у них. До тридцати пяти то же самое. Понимаете, хотя пятилетний результат у нас принято считать. Пять лет, значит, выздоровел. Пятилетняя выживаемость неплохая у детей. А продолжительность вызываема в результате, конечно, целых ряда обстоятельств. Ну, во-первых, сама болезнь страшная. Во-вторых, методы терапии жестокие. Методы хирургии калечащие. Понимаете, так сказать, ребенку выжить очень трудно. Поэтому я пока, так сказать, с оптимизмом не говорил о больших победах в педиатрии. Спасибо. Пожалуйста, еще возможность задать вопросы. Пожалуйста. Владимир Михайлович, хотелось бы слышать ваше мнение по поводу комбинированной иммунотерапии с учетом того, что мутации происходят в нескольких генах. Возможности комбинированной иммунотерапии есть перспективы или это далекое будущее? Спасибо. Ну, во-первых, есть перспективы, конечно, есть и уже так и есть отработанные некоторые комбинации гормонов. Но ситуация заключается в том, что, во-первых, это не панацея, иммунотерапия. Она, с другой стороны, может применяться при разных формах рака. Уже сейчас известно больше 10, там 15 опухолей, отвечавших чувствительно. Но, во-первых, она не у всех может применяться, а только у тех, у кого доказано, есть мишени, доказанные мишени, выявленные против них, отработанные. Но я вообще сторонник того, чтобы в будущем открывались отделения в онкологических институтах, иммунологические отделения. Куда бы клали больных с разными опухолями, но с рецепиентами иммунотерапии. Вот, мне кажется, за этим будущее, оно развивает просто в страшно дорогое удовольствие. Очень большие деньги это стоит, затраты колоссальные у американцев. Но, все равно, надо найти какие-то, я думаю, что будут какие-то комбинации, от комбинации будет выигрыш больше. Август Михайлович, вот Вы сейчас блестяще отметили, что мы живем в новый виток иммунотерапии. В прошлом столетии это была гормонотерапия, затем виток химиотерапии, потом биологически направленной таргетной терапии. Теперь у нас опосредованная через иммунную систему, мы обучаем ее распознавать в опухолевую клетку. А вот как Вы думаете, с Вашей точки зрения, каково будущее лекарственной терапии? Каков будет вот этот вот виток следующий? И каковы его будут размеры? Ну, во-первых, мне кажется, что, во-первых, они будут менее токсичными препаратами. Вы знаете, я сейчас вспоминаю когда-то, когда только создавались первые препараты в Советском Союзе, был такой препарат ДОПАН. Я лечил одного больного из Молдавии. Он приехал домой, этот больной, и у него был лимфогрануломатоз, болезнь Ходжкина. Мы лечили его ДОПАНом. Он приехал домой, дал три таблетки кошке, она сдохла. И он ей сказал, вот видите, чем эти русские лечат нас? И вот и жена мне рассказала. Его жена приехала и мне рассказала. Понимаете, это была рвота от ДОПАНа была страшнее, чем от цисплотина, когда этот препарат только создавался. Понимаете, в то же время успехи, которые мы видели, там, при Ходжкине болезни Ходжкина, эффект есть, понимаете, это все равно было неожиданно. Но, значит, будущее лекарственной терапии, конечно, она будет менее токсичной. Так же, как и хирургия, будет менее калечащая. Я уверен, что просто угнаться за метастазами с ножом невозможно. Хирургия будет в пределах возможного. Потому что что это за жизнь, когда удаляют пять органов при раке поджелудочной железы? Это трудно выжить. И знаете, сколько больных, излеченных от рака, в Соединенных Штатах Америки, от рака поджелудочной железы? 0,2%. Из всех излеченных более пяти лет, они считают, пять лет уже, значит, излеченных больных раком поджелудочной железы, 0,2%. Это при том, какие органы удаляются у этих больных. Это вообще... Август Михайлович, вот еще вопросы в зале есть к Августу Михайловичу? А то я так закоррумпировала право. Август Михайлович, вот вы показали совершенно кошмарный слайд, по моей точке зрения, когда показали, как вырастет колоссально заболеваемость онкологическими новообразованиями. По сути, ведь так много удивляются ранней диагностики. Мы говорим о скрининге, а так боремся с курением. У нас сейчас большинство населения планеты озабочено здоровым образом жизни. Вот все-таки с вашей точки зрения, с чем связан такой прогресс в заболеваемости? Ну, во-первых, с продолжительностью жизни. Вот в Америке, я уже вам говорил, что японцы сейчас подсчитали, 50% живущих женщин сейчас доживут до 100 лет. У них шанс заболеть раком гораздо больше, чем у тех, кто умирает 40 лет от других болезней или даже от рака. Понимаете, это все подсчитано уже сейчас. Это реальные цифры. Я как-то верю, эти цифры сравнимы со Второй мировой войной. Поэтому вообще руководители здравоохранения, я считаю, что должны понимать, что это вообще самая ответственная область здравоохранения, где, так сказать, меньше всего контролируется. Понимаете, если человек выживает, он опять выживает инвалидом. Поэтому здесь много работающих. И смотрю, тут много молодых людей. Они будут это внедрять и разрабатывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!